всем привет это канал герасим шерп это наша следующая серия о том как команда герасим шерп ходила на край земли в этой серии мы после того как чуть не утопили вездеход дмитрия поехали забрали коробку переплыли шой ну два раза а это простите 6 километров слева моря справа залив огромный не повторяйте такого в общем чё я вам рассказываю смотрите лайкайте комментируйте поехали давай ты первый 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 ухода глаза режет уходи давай уже с гостями поступаешь да конечно на фунял будильник будил будил будильник это еще неизвестно кто здесь из нас с тобой мы оба спальни себя не контролировали ходил ходи давай давайте первого хочу потом я уходить лично ребят нашли на пляже много ракушек вот таких с отверстиями такие ровные хорошие отверстие много ракушек таких лежит здесь в общем кто знает как эти отверстия появляются в ракушках пишите очень интересно нам тоже стало интересно откуда эти ровные круглые отверстия появляются на ракушках эти отверстия проделали хищные брюхоногие моллюски питающиеся ракушками врагов у миги и прочих ракушек немало так северных морях это в первую очередь морские звезды и хищные брюхоногие моллюски часто можно наблюдать как эти животные пасутся на поселениях моллюсков уничтожая последовательно одного моллюска за другим они проделывают настоящие просеки если поселение небольшое то со временем ликвидируют его полностью у некоторых хищных моллюсков интересный способ нападения крепко присосавшись подошвой ноги к створке раковины они начинают ее сверлить вместе прикрепления мускула замыкателя роль сверлильного инструмента выполняет терка радула усаженная крепкими острыми зубами у некоторых хищных брюхоногих эти зубы буквально железные они состоят из соединений железа в частности из магнетита многие хищные моллюски смачивают участок раковины серной кислотой которая размягчает ее стенки свободную серную кислоту у одних моллюсков содержит секрет слюной железы у других выделяет ее особый присоскообразный придаток ноги просверлив круглое отверстие улитка радулы размягчает мясо жертвы и извлекает его из отверстия наибольшее опустошение среди мидий производит брюхоногий моллюск рапана попавший сюда из японского моря теперь вы знаете как появляются отверстия на радужках все ребята мы собрались сейчас едем в шойну дошли на 12 километров быстренько забираем коробку газ и попробуем по малой воде вернуться сюда дима мы поехали на связи за бортом проплыла сопка амбарная и речка комбайница у нее достаточно большой разлив надо было торопиться начинала прибывать вода а шойна будет очень широкой в большую воду с годами мы начинаем понимать что зарабатывая на жизнь можно пропустить саму жизнь не побывать не увидеть не успеть и не повторить желая перейти на новый уровень путешествий за гранью дозволенного всем сделайте один небольшой но очень важный шаг перед покупкой вездехода шерп позвоните нам мы поможем правильно открыть ранее недостижимые горизонты команда герасим шерп жизнь путешествие ну вот мешание задумался и как результат у нас ведро соленой воды до шойны совсем немного ребята 3 километра не могу послушайте нас а 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 Набережная Шойны Грузет река берег Грузет река берег Шойны Грузет река берег Грузет река берег Все, кто не спал, на берег вышли посмотреть, что вылезло такое из воды. Деревянный шхуна был. Деревянный шхуна был. Деревянный шхуна был, который должен был нам отдать коробку, был на охоте и мы, чтобы скоротать ближайший час, решили найти магазин. Или что-то вот за памятой, где он находится, неприметный сарайчик, такой с кривой дверкой. Деревянный шхуна был. Поэтому покажем вам немножко шума. Деревянный шхуна был. Деревянный шхуна был. течет неторопливо и разгорается походу в обед только, потому что магазин открывается только в обед. Здорово. Здравствуйте. 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 Владимир нас выручил. Газом выручил. Болт у нас пойдет. Болт теперь пойдет, елки-палки, куда он денется. Прирастили собаки хвостом. Белый бим, черный хвост. Хороший собак. А теперь нам еще надо забрать коробку. Восьмерушная коробка. Восьмерушная коробка. Невкусная штука. Охраняешь? Охраняешь. Охраняешь. приехал. Что-то здесь останется, а что-то пойдет и в пешу дальше. Как мы тут коробку нежно заблинали. Сейчас мы ее пристегнем вот так стяжки поперек. Вот там кривуха и тут ухо. Все вот так вот запаковали коробку. Поедем. Вода большая нам вон туда у нас. Ну вот мы теперь точно знаем откуда здесь берется туман. Туман здесь берется вот из этой будки. Каждое утро. Многие из прошлой серии посещения нами Шойны сделали вывод, что ее жители неприветливы, негостеприимны и неулыбчивы. Ребята, это север. На севере люди дарят заслуженные улыбки. На севере люди гостеприимны. И на севере уж вам точно не дадут умереть с голоду или замерзнуть на улице. Это другой край, другой менталитет. И я помню, как жил здесь многие годы. Не конкретно в Шойне, но это моя земля. Родная земля. Поэтому я хочу от души поблагодарить всех тех, кто словом или делом принимал участие в помощи нашей экспедиции. Она действительно бесценна. Мы находили помощь порой там, где уже казалось, что ну все. Вертолет. Нет. Мы находили людей, находили отзывчивость, понимание и желание помочь. Большое вам спасибо. Вот так, наша боржа пошла на Канин. А этот пока будет малой воды ждать, чтобы упасть на дно, разгрузиться и по большому делу идти. Через час завершим переправу с нашей скоростью, ветром и течением. Идем по большой воде. Вот та полосочка, вот туда нам надо добраться. Расстояние 4 километра, дистанция до берега. Надо торопиться. Сегодня в 6 самая малая вода. Надо будет проскочить пляжи, которые беспляжные. Ситуация такая. Едим печеньки, потому что волнуемся. Хотя, чего волноваться-то на самом деле? Нечем. Нечем. 4 километра до берега. Вот там море. Вот там море. Открытое. Это залив. И оттуда идет ураган. Вообще нечего переживать. Мы на мелководье. Жури давай. Да, мы на мелководье. Волна поднимется такая, что о-о-ой. Надо быстрее, Штёпа. Пишет, что через 45 минут будем на берегу. Главное, чтобы море нас не выдуло. Шойну по самой большой воде переходим. Может, камбалу половим? А что? Давай. Сейчас нитки из носков выпустим. Половим камбалу. Помогите! Люди! Везде море! Радиация пропала опять. Здесь даже радиации нет. А ты заметил, как у меня комфортно ехать? Да. И совсем не жарко. Да. Скорее наоборот. Ага. Сейчас косу зацепим. Если зацепимся за нее, пойдем... О! Зацепились. Зацепляться начинаем за косу. Будет хорошо. По тюленям едем. И тут в гости набивается. Ну. Было бы неплохо на косу выйти и по косе проехать побыстрее. И солярочку сэкономили бы и время. Продолжаем жрать петельки, потому что обалуемся. Ребята, никогда не повторяйте данное мероприятие в одиночку. Это крайне опасно, потому что если сейчас что-то случится с машиной сходом, нас элементарно внесет или туда, или туда. Чего будет больше. Это опасно. О-хо! Можно вообще не переживать. Мы на твердой земле. Да. Чего? Камбалу, камбалу будем ловить. Это просто шла какая-то. Ну, ребят, до кого мы где-то 2 километра проплыли. Вместо 4. Что, в принципе, тоже неплохо. Учитывая, что справа залив. А слева море открытое, белое. И одна машина. Мы молодцы. Ничего не сделаешь. Ради того, чтобы поехали все. Потому что мы что? Команда Герасимша. Все, ура! Вы на земле! Надо это дело отменить. Дима, Дима, на связи вы! Дима, Дима, Дима! Нет, вы здесь, ребят, на связи вы! Ну ладно, спят, наверное. Возьми. О, гусь летит! Кидай камню, блин, все. Попадешь к оуне. Няшка. Няшка. Нет, не ты. Няшка, няшка, бляшка. Янешно. Ни машины, спорки. Ребята, ну все здорово, мы приехали А Дима тут уже все починил сам Димас чемпион Димас, ухвала Мандолет, сам сломал, сам потянил Все, собираемся Ливень шпарит вон из шойны Сейчас такой ливанет Нам в подъем еще в круге подниматься Да, нет, он нормально Вот вчера здесь застряли В няше А надо было вот так вот идти А поехали вот так Здесь застряли, вот здесь волочили все это Расстояние по няше По большой воде плыли 25 километров на точке Это одна бугряница Где мы уйдем в Тунду Вот, вот, заяц, заяц, ребят Заяц, видите? Следующую реку переплываем Тоже безразмерная Порно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полный Полный Целый, 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 целый таз Ракушка Давно они здесь уже Погоди, смотри, какие красивые Такие настоящие прям Это дети собирают Ну да Вот они, боулинговые, фирлянные Да Поплавки На Смотри, какая Это побольше Да, тоже такая Вон там, их в ногу лежит Целый таз Дуримарская Можно море слушать Да Белухи Или белые киты Относятся к отряду китообразных Подотряду зубатых китов Семейству нарваловых Иногда Иногда их называют белыми дельфинами Отчасти за общительность И сообразительность Отчасти за не очень большие Скорее дельфиньи размеры Белухи распространены В полярных широтах В Охотском Беринговом Северном Белом море Китаются белые киты Как рыбой Навагой Сельдью Треской Так и в меньшей степени Ракообразными И беспозвоночными Размер взрослого самца Может достигать Шести метров в длину Но представители Беломорского стада Изящней До трех-четырех метров Очень симпатичная Дружелюбная Как бы улыбающаяся Морда Удлиненное тело И мощный Русалочий хвост Белую окраску Наши киты Приобретают Только становясь взрослыми Рождается детеныш Коричневого цвета Потом обретает Еще более темную Почти черную Окраску И только с возрастом Шкура светлеет И к пяти-шести годам Киты начинают Оправдывать Своё название Белухи Животные Очень общительные Активно Разговаривают Друг с другом При помощи Разнообразных Звуков Заговорливость Их называют Морскими Тонарейками Известна также Русская пословица Реветь Как белуха Ну вот, ребят, посмотрели на белок Прикольно Какой только жирности здесь не встретишь Обратите внимание На это отливное течение Это небольшой Небольшая речушка Торно и местно Текут еще более полноводно И, наверное, быстрее при отливе И это к тому, что Куда могло бы унести Утонувший вездеход Так что будьте очень внимательны Это очень опасно Ну что, ребята, вот Мы встретили как раз Аркашу, которого искали Всем Каниным Вот Тот самый Смотрите, ребята, на каких Торпедах путешествуют Опа Балластная система Дали Для плавучести Это для грибучести Мотор мотоциклетный Планета Планета, да Где задние загребалки? Задние не поставили У меня боковые такие загребалки есть Я их под ремень напихаю Вот Кранец, как у меня Теперь есть Ну у меня-то такой Чтобы если вездеход утонул Он всплывет Я его на крыше На крыше привязал На крыше привязал себе Да-да-да Тут кранец Такой аппарат Дарим автопробегам по бездорожью Все, Андреевский стяг У нас еще бензин Тут надо ввести 300 литров Вот здесь бензин ваш Да, здесь наш Якоря там наши Мало ли Море понесет, так якорь бросил А мы поднимались, когда это самое Смотрели, бензин стоит Хотите продать или купить свой вездеход Шерп? Звоните У нас самый крупный ресурс по продаже или покупке вездеходов Шерп Все в одном месте И это удобно Обязательно подпишитесь на рассылку Чтобы знать о появлении новых предложений Мы будем оповещать о каждом новом вездеходе Пока вы не встретите именно свой Для желающих обменять старый вездеход на новый Действуют льготные условия Едут так же, а стоят дешевле Сайт gerasimsharp.ru Раздел вездеходы Вторичка Опа, опа С дриптом зашел Видали? У них хорей есть Если что, сломаются, оленя поймают Доедут, елки-палки Ну что, еще раз вам это самое Всего хорошего Мы пошли туда Да Все, Аркаш, тебе спасибо Выручил нас Я думаю, мы там тебе с коробкой еще что-нибудь полезного передадим Забегая вперед Хочется сказать, что обратный путь у ребят Был не из простых И мог закончиться даже трагически При переплытии реки Торна Вездеход Аркадия перевернулся Задняя его часть перевернулась В воде Где-то в середине пути, наверное Отвязался один из кранцев И вездеход, потеряв плавучесть на один борт Просто перевернулся Его спасло от полного переворота То, что не было ограничителей Это и спасло от переворота переднюю секцию И Аркадий не искупался в воде И тьфу-тьфу-тьфу Не дай бог Что-то случилось еще хуже Была утоплена палатка Был утоплен какой-то груз еще Но, тем не менее Люди все спаслись И добрались до избы Где провели ремонт Отогрелись И продолжили свой путь В общем-то, он у них был достаточно нелегкий Несколько дней они тоже ломались, стояли И было достаточно проблем Вам кажется, что это все легко Просто вот так Ааа, с флагами поехали Прокатились Нет, на самом деле Есть множество трудностей На этом нелегком, на самом деле, пути Также они нам рассказывали историю Как два караката поехали И вот на этом подъеме как раз разложились Сначала один развалился Без тормозов скатился вниз Короче, побился весь вездеход Человек нормально все было с ним Поехал второй подниматься Тоже перевернулся, развалился И ребята из двух собрали один И на нем уже тогда уехали только Вот такие вот бывают забавные ситуации Ну и, конечно же, не теряйте голову Будьте очень внимательны Север ошибок не прощает Сейчас догоним, догоним Эта-та-та-тааааа Аха-ха-ха Чуть не задавили козару Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ура! 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 А на ужин у нас тушеный гусь в карамелизированном луке. О, где ты достал гуся? Да! И на закуску сагудай. Ух ты, ёлки-палки! Вот с гарниром получилось. Слушай, надо чаще их поставить. Мы бы раньше приехали, да! Мы бы раньше приехали! С гарниром получилась засада, потому что картошку все увезли. Ребятки, у нас сегодня есть повод для того, чтобы съесть прекрасных два блюда. Вернее, мы их уже съели, я вам забыл просто показать. Это у нас гусь. Сегодня наш охотник... Тушеный гусь с карамелизированным луком. Да! Вот, кстати, у Олега Джана есть повод сегодня. У него у дочери 35 лет. Да-да, вот такой вот он у нас. Старый пират. В общем, мы ели гуся и вот такой сагудай из этих московских гольцов, которых мы с собой привезли. Норвежская семга. Норвежская семга, видите, бледная какая-то, да. Ксению, дочь у Олега, мы торжественно и душевно поздравляем с днем рождения. Сегодня уж так вот получилось, что мы вашего папу выкрали в самый канин... Ну, пока еще не нос, но я думаю, возле ягодиц мы уже болтаемся где-то. Уже усы! Канины усы! Да, возле усов где-то болтаемся. Вот так. Ну, отметили вот прям вот очень хорошо. Ладно, мы будем продолжать, а вам не чихать, не кашлять. И обязательно смотрите следующую серию. Кстати, у нас сегодня еще будет баня, потому что мы уже чешемся. Фух, ребята, ну вот, банька у нас назревает. Уже натопилось. Нажарилось. Сейчас поддадим, она психанет и... Ух, здесь будет жара вообще. Ну, так мы тут разместились. Отлично. Просто отлично, вам скажу. Учитывая то, что на улице у нас льет дождь и ветрюган. Фух, фух, фух. Сейчас я быстро беру мыльнорыльные, постельные, сменные. И идем баню мыться. Фух, ребята, класс. А баня, конечно, это тема. Как заново родились. Сейчас будем отдыхать. На завтра у всех есть задачи. Кто-то будет восстанавливать вездеход. Кто-то поедет ловить рыбу. Соберемся вечером. Похвастаемся результатами. Пока у нас была офигенная баня. Мы привезли коробку для вездехода Олега. В общем, жизнь налаживается. Сегодня 15 число уже. Мы попарились в бане. Именно не помылись, а попарились. Мощно. Печка психовала. Все. Был жар, пар. И порой забываешь, где ты находишься. Вот на самом деле это просто тема темская. Все, ребятки. До завтра. Пока. А вот такая у нас получилась серия. Я надеюсь, она вам понравилась. Если это так, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал, если не подписаны. А мы монтируем для вас следующие серии, так как край земли впереди. И обязательно заходите в наш раздел «Вторичка» на сайте герасимшерп.ру. Там есть классные и не такие дорогие, как новые вездеходы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok